Всем привет, рыбаки и рыбачки! Слушайте, тут мой коуч, наставник и сенсей. Знаете, что удумал? Постоянно менять ножи для лиробура. Я говорю, Никитыч, ты что, ну можно же взять, заточить. А она нафиг, говорит, затачивать, все равно 200 рублей стоят ножи и легче их купить. Я считаю, что не легче. Даже если стоят 100 рублей, их можно легко, быстро заточить, прокачав свой скилл заточника и сэкономим, собственно говоря, деньги. Тем более алмазные камни этот нож для лиробура в принципе не почувствуют. Вообще заточить, на мой взгляд, дилетантский рыбака, но не дилетантский ножи Мана, можно заточить тремя способами. Я вам сейчас покажу самый правильный, но не самый дешевый, средний по стоимости. Есть еще самый дешевый, но не самый правильный, там даже я не справлюсь, не смогу удержать, скорее всего, угол заточки, но тоже попробую показать как-нибудь. И есть еще быстрый, тоже правильный, но очень дорогой. Самый правильный, но не самый такой бюджетный способ, но относительно, кстати, очень недорогой, это заточка вот на таком заточном устройстве. Кстати, рекомендую обзавестись. Будете держать в идеальной остроте не только свои ножи для лиробура, но и кухонные ножи на кухне для любимой. Потому что стоит как половинка лиробура. У меня эта версия, вот так вот вам покажу, от компании Ганза. Но точно такая же продается на Алиэкспресс, они ничем не отличаются от компании Руксин. Я уже приготовил нож для лиробура, я это не стал все снимать, потому что тут и так все ясно и понятно. Поворотный механизм, он используется для заточки ножей, чтобы вам не переставлять постоянно ножи. Нам в данном случае будет интересна только одна сторона, потому что у меня нож прямой, нож односторонний, его нужно вот так вот зажать и определиться с углом заточки. Заводской угол заточки у меня на этом ноже оказался 25,5 градусов. Определиться тоже на самом деле очень легко и очень просто. В идеале у вас должен быть электронный угломер, у меня его нет, но у меня есть смартфон, как у каждого из вас. Скачиваете нужное приложение, ну у меня это Smart Toll, ставите на станину, обнуляете показания угломера, потом вот так вот ставите на сам нож, вот видите 25, где-то с половиной градусов. Все. Точно такой же угол потом выставляете на камни. То есть ставите камень, ставите его на нож, ставите на держатель камня угломер, собственно 25,5 градусов вы там увидите. Вот таким вот образом быстро вам покажу. И конечно же осуществляете контроль по маркеру. Маркером у меня опять уже все приготовлено. Рисуете на режущей поверхности полоску черную, ставите камень, я поставил, нам всего лишь нужно определиться, правильно ли у нас ход идет 200. Начнем мы скорее всего с 80 и проводите вот так вот, таким образом несколько раз по ножу. Вот вы видите, что у нас начал равномерно обдираться маркер по всей поверхности, значит мы взяли правильный угол заточки. Здесь у меня нож довольно таки сильно ушатан, вот здесь на нем есть скол, угол сколот, поэтому мы начнем обдирать его самым таким мощным, самым крупнозернистым камнем 80. Кстати, по умолчанию у этой точилки из коробки идут карбидные камни, я же точу опять же тоже на китайских алмазных камнях, поэтому я сказал, что камни, собственно говоря, этот нож даже не почувствуют. Итак, собственно, что мы делаем? Мы ставим камень и вот такими вот прямыми движениями туда-сюда-обратно, туда-сюда-обратно под контролем опять же маркера. Вы сейчас увидите, как равномерно стачивается маркер. Вот таким образом он уже сточился равномерно по всей поверхности. Мы взяли правильный угол. Обдираем наш нож. Да, несмотря на то, что у нас скол, вот он уже становится меньше, гораздо находится только в этой части ножа, клинка чуть не сказал, мы все равно протачиваем равномерно его весь, чтобы у вас не уточилась эта часть, чтобы у вас не было изменения угла заточки вот здесь завала. Фух, ну, собственно говоря, рыбаки, рыбачки, все. Пришлось мне, конечно, попариться, потому что скол был очень глубокий, но я его убрал. И вот такой вот красивый вид теперь у нас имеет подводик на этой стороне. А дальше все просто. Дальше мы вместо 80-го камня ставим камень 200-й, берем мусатик, аккуратненько снимаем с другой стороны заусенец и точим 200-м камнем, опять же, эту сторону пока на другой стороне. Кто-то, кстати, точит, пока на этой стороне не уберутся риски от предыдущего камня. Я точу пока на другой стороне и ножи точно так же не появится заусенец от следующего 200-го камня. Ага, все, появился заусенец. Заточка на следующих камнях занимает сильно-сильно много меньше, чем первичная. Вот его хорошо видно, чем первичная обдирка. Сейчас я вам покажу, я его повернул на эту сторону. Убираем заусенчик аккуратно. И переходим на следующий камень. Следующий камень по проекту у нас 500-й. Пошел нежный заусенчик от 500-го. Будем переходить на следующий 800-й, а заусенец аккуратненько снимаем. Вот так вот выглядит нож после 500-го камня. Красота какая получается. 800-очка. Заусенец от 800-ки. Пока еще не бреет, но я вам хочу сказать, уже надо с лезвием быть осторожнее. Есть заусенец от 800-ки. Сейчас перейдем на полторашку. Сейчас аккуратненько его вот так. Ай-яй-яй. Уберем. И на полутора тысячный камень, а потом еще и на кожу. Попробую, хотя говорят, что излишне острый может зализывать лед. Но я попробую потом еще и кожи пройти. Полторашка у меня тоже не карбидная. Полторашка у меня тоже алмазная. Брал тоже на Алиэкспресс. Ссылки все внизу в описании положу. Так, аккуратненько убираем заусенчик после тысячного. Тут давить вообще не надо камнем. Тут достаточно просто погладить. Ну и я вам уже скажу. Смотрите. Нож не хотя сбривает волос. Вот оно. А у нас есть еще трехтысячный камень. Но я думаю, что такой перфекционизм будет уже излишний. И мы сейчас просто доведем его немножко. Давайте проверим, что у нас с бумажкой. Вот так вот режет бумажку. Мы его просто сейчас доведем немножко на коже. Тут обращу ваше внимание, что если обычным камнем мы точили в две стороны, туда-сюда-обратно, то кожу мы проводим только в одну сторону, в направлении конца режущей кромки, как бы ее немножко вытягивая. Полировальная паста. Показатель того, что у нас работает кожаный камень. Паста становится черной. Ею же можно убрать немножко. А от кожи тоже остается заусенец. Только микро-микро невидимый с другой стороны. И вы видите, что наш камень, фу-ты камень, начинает брить волос наш нож для ледобура. В общем, как видите, как бритва. Ну и, конечно же, тест рыбаки и рыбачки на газетке. Ну все, осталось только заточить вторую сторону ножа и нож готов. Я думаю, мой сенсей, да и я тоже на льду, будем довольны. На этом все. Оставайтесь на канале. Всем ни хвоста, ни чешуи. Всем острых ножей, хороших улов. Встретимся на рыбалке. Всем пока. До новых встреч. О, готова вторая сторона. Кто-то спросит, а со всякими полукруглыми, сферическими, хитрыми ножами, что все так же просто? Да, в принципе, все так же просто. Просто для этих хитрых ножей надо будет использовать вот такие вот хитрые полукруглые абразивы. Ну и хитрую технику. Ну, в общем, как-нибудь попадутся в руки, обязательно вам покажу.